Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений, и вы на канале Бариатрия от Адая. Добро пожаловать на мой канал, если вы попали сюда первый раз, запомните одну простую вещь, что я ни в коем случае не доктор, не даю никакие медицинские советы, но я бариатрик с двумя бариатрическими операциями, и я думаю, что я имею право рассказывать вам свой опыт и делиться с вами, скажем так, своим опытом в данных видео, как и в любом видео. Вы не услышите никакие медицинские советы, потому что я не медик и не имею права их давать. Ну что, дорогие мои, поехали. Теперь мы будем с вами разговаривать на одну очень простую тему. Если вы попали на это видео, вы прекрасно понимаете, что речь пойдет о том, кому подходят бариатрические операции, и вообще, что делать перед операцией, то есть как себя готовить к ней. Для начала хочу объяснить такую вещь. Поскольку я живу в Израиле, у нас бариатрия занимается очень-очень-очень сильно, и очень-очень-очень, как бы скажем, я думаю, что правильно. Почему? Потому что мы, как правило, граждане Израиля за бариатрические операции не платят. Да, но есть некоторые случаи, когда люди хотят сделать операцию частным способом. Мы про это не говорим. Это сейчас менее актуально. Если вам будет интересно, пишите комментарии, я вам могу ответить на вопросы, как, что и сколько. Скажу так. Значит, в Израиле как это делается? Если ты хочешь пойти на бариатрическую операцию, перед тем, как вообще выбирать, идти к хирургу и прочее, ты должен пройти комиссию. Медицинскую комиссию, в общем, две медицинские комиссии, как правило. Надо пойти к психиатру, надо пойти к эндокринологу. То есть надо пройти очень-очень много врачей, и надо также идти к диетологу минимум. Я слышал, что сейчас поменяли на 4 встречи, но, как правило, это 4-5 встреч, при котором диетолог вам дает диету, и диета у вас не получается, скажем так. Есть много нюансов. То есть человека готовят к операции. Как я могу наблюдать в других странах мира? Еще раз, я ни в коем случае не хочу сказать, что вот мы самые крутые. Нет, просто бариатриками в Израиле занимаются, я могу им передавать свой опыт. Это очень важно, с моей точки зрения. Вот видите, как уже похудел, как хорошо. Значит, что происходит? Человек не приходит к врачу, говорит, знаешь, вот на тебе деньги, сделай мне операцию. Врач говорит, поехали. Ты же бабки дал. То есть я думаю, что этот подход, он неправильный изначально, он неверный, и он глупый. Если вы почему, когда человек идет на бариатрическую операцию, что он в большинстве случаев думает? Еще раз, я такой был, когда я делал первую операцию, окей, и я слушал врачей, но слушал их так. Галочку ставил, и говорю, хорошо, хорошо. Это было неправильно, была моя первая стратегическая ошибка. Что происходит вообще на самом деле? Человек должен готовиться к этой операции. Не просто так взял, вот меня сейчас отрежут, что-то там, да, и все мне будет хорошо, я похудею. Похудеешь, да. Первый год, к примеру, будете худеть, как правило, от полугода до полтора года, будете худеть. Еще раз, есть случаи у меня в группе, есть случаи, ребята после полугода стали поправляться. Но там пищевые наркоманы, и они не приготовили от слова совсем, что такое пищевой наркоман. Подумайте. Если нет, пишите в комментариях, я вам с радостью отвечу. Значит, что происходит вообще? Как вообще это надо делать? Как правильно? Для начала я советую, просто призываю, да, призываю пойти к психологу или психиатру и поставить мозги на место. Если вы головой, головой не готовы на эту бариатрическую операцию, на бариатрическую операцию, извиняюсь, она просто работать не будет. То есть вы, как большинство, первый год-полтора потеряете до хрена, или не очень до хрена, но, как правило, до хрена. А потом через год-полтора вес начнет идти вверх, и тут начнется паника. Что делать? Я сделал операцию, сделала, неважно. И ой-ой-ой-ой-ой-ой, вес пошел вверх. Что же делать? Как быть? Вот я бедный и несчастный, операция не работает. Да, операция не должна работать. Зачем нужна вообще изначальная операция? Операция, считайте, что это как костыли без человека, который перенес серьезную травму или аварию, и сейчас он учится ходить заново. То есть все бариатрики, те, кто идут на эту операцию, пищевые наркоманы, с моей точки зрения. И, допустим, ты не можешь понять, да, человек, который жрал, скажем так, не знаю, миску оливье, как я, к примеру. Мы не могли понять, как это может быть так, что с помощью одного яблока ты можешь быть сыпл. То есть в голове это не укладывается. А те, кто не готовит себе психологически, идут сразу на операцию делать, любую бариатрическую операцию, повторяю, любую бариатрическую операцию. Думают, а, я сделаю, операция будет работать. Ни хрена она не будет работать, вы должны работать. Если вы думаете, что операция это волшебная палочка, по взмаху которой у вас все будет хорошо, это не так. Поймите, это большой труд. Но, если, скажем, мы сейчас говорим с вами о диетах, я ни в коем случае не буду говорить о диетах, не буду говорить о образе жизни. Образе жизни, потому что бариатрик, который сделал бариатрическую операцию, примерно через год он может вернуться к порциям, которые он ел. А для чего нам это? Если мы уже идем на операцию, то давайте будем откровенны. У нас есть некая цель, которую мы хотим достичь. А цель наша называется похудеть. Мы делаем все, чтобы похудеть. И как это делать, я постараюсь вам рассказать и вам писать. То есть, почему я объясняю. Мой изначальный вес перед бариатрической операцией составлял 180 кг. После которой, через примерно полтора года, мой вес составлял 93 кг. Но потом, к сожалению, у меня появились проблемы, которые называются рефлюкс. У меня появилась грыжа на желудке, на верхней части. У меня появились куча проблем, после которых мне пришлось, к сожалению, сделать шунтирование желудка. Ну, почему к сожалению, на самом деле к счастью. Потому что если бы я мог изначально, если меня вернуть лет на 12-13 тому назад, и спросить, Женек, какую операцию ты хочешь сделать? Вот ты узнаешь, что такое слив, резекция желудка. Что такое шунтирование? Гастрик байпас. Я бы, естественно, выбрал шунтирование, но проще, легче и меньше побольше. На самом деле, ребят, все у нас в голове. Но голову перед операцией надо приготовить. Надо понять, что и как. То есть, если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите во всех видео, которые я рассказываю. Вы можете для себя подчеркнуть очень много интересного и полезного. А всем остальным, какие витамины я пью, что я делаю, как я питаюсь на данном этапе времени, на данном промежутке. У меня страшное, жуткое плато. То есть, плато – это вес, который стоит и не падает. И я смог, так и смог пробить лед с помощью кето-диеты. Обо всем этом я рассказывал и буду рассказывать на своем канале. Поэтому ждите, смотрите и жду ваших вопросов.